А вот по поводу, кстати, скорости... Охренеть, вы посмотрите, что происходит? Это я, если что, подствольный гранатомёт активировал. Шесть, я вообще нихрена не вижу. А это нормально, что у меня транспорт? Охренеть! Нет, ну, это уже просто шоу Дэвида Копперфильда. Приветствую, дамы и господа. Это снова Call of Duty Modern Warfare 3. Вот так внезапно появляется на канале. И сегодня у нас с вами завершение оригинальной трилогии в плане активации всех читов. Да, почему бы не повеселиться уже в третьей части серии с учётом того, что ролики по первой и второй Modern Warfare есть на канале. Ссылка на них в подсказке вверху справа на экране. Небольшой парадокс. Самая последняя часть оригинальной трилогии, но в которой присутствует наименьшее количество читов, если брать первую и вторую часть. К сожалению, это так. И для сегодняшнего ролика я отобрал три задания, которые, надеюсь, прекрасно подойдут для этого дела. Поэтому давайте повеселимся, давайте посмотрим, что для нас вообще хоть тут приготовили. А начнём мы, наверное, с задания Чёрный Вторник. И уровень сложности тут не имеет значения, потому что один из читов связан с годмодом. О, да. Но я, если что, вырублю его ко второму заданию. Вы все прекрасно знаете, что он творит. Ну и прежде чем мы приступим к самому веселью, я, как обычно, заранее поблагодарю вас за пальцы вверх, друзья. Не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вот это впервые. Видеоролики выходят ежедневно. Вы не представляете, что сейчас будет твориться с этими людьми, которые напали на ваш отряд. Итак, друзья, значит, активация полностью завершена, но не до конца. Объясню чуть позже, что конкретно здесь не так. Хотя, кстати, пока я смотрел сейчас кассцену, я вспомнил, что и для МВ-2 было не так уж и много читов, да? Поэтому есть с чем сравнить, во всяком случае. Итак, друзья, полетели. Ну, во-первых... Ха-ха-ха-ха! Понеслась! Итак, друзья, как и в любой нормальной Call of Duty, с активацией всего дерьма, которое только возможно, конечно же, у нас имеется бесконечный боезапас. И, конечно же, бесконечный рожок. То есть никаких проблем нет. Теперь я могу просто сокрушить все войска русских, добраться до фондовой биржи на изи. Я даже не знаю, тут проблем-то с этим вообще никаких не будет. Во-вторых, это, конечно же, бесконечные гранаты, что, в принципе, понятно. Охренеть! Нет, я понимал, насколько это будет ужасно, но я не думал, что настолько. Ну ладно, это, в принципе, стандартная практика. Помимо всего прочего... Охренеть! Подожди, а я смогу сбить вертолет в этом моменте? Нет, это заскриптованная параша, как и вся МВ-3. Эм, именно заскриптованная параша, я не считаю игру дерьмом. Короче, суть в том, что если не приглядываться к бесконечному количеству патронов в обойме, вообще к скорострельности, здесь также имеется ноу-рикойл. Хотя, посмотрите, как этот ноу-рикойл выглядит. Ну, типа, вот это вы называете ноу-рикойл? Это довольно странно. Также здесь есть чит, который позволяет ускорять время, но мы это проверим чуть позже. Подожди, а какого хрена... Что мне только что урон нанесло? Если что, у меня еще годмод присутствует здесь. К сожалению, основная проблема в том, что здесь нет такого чита, как ноу-клип. Я бы, конечно, его все равно вряд ли показал, потому что, ну какой смысл летать по локации, когда мы можем уничтожать все и вся, используя XM-24, логично. Кстати, то же самое касается скорости передвижения Фроста. Изначально может показаться, что он бежит быстрее, хотя, кстати, так и есть. Почему я не обратил внимание на то, что здесь Фрост теперь не выдыхается? И по поводу, кстати, рэпидфайра, смотри, я сейчас выстрелю с XM-а, я не знаю, можете там видео на 0.25 скорость поставить, там будет видно, что вылетают то ли 3, то ли 4 ракеты сразу. Фрост, кинь цветовую, говорит. Сколько? Сколько кидать-то надо, придурок? Зачищай. Вот, наверное, таким образом мне надо было пацифистам проходить МВ-3. Слушай, ну я не помню, чтобы я так конкретно веселился в МВ-2 или в МВ-1, так что в МВ-1 были, помните, кастомные читы, а в МВ-2 они были стандартные. Слишком много врагов, друзья. Итак, друзья, АК-47 нормального человека. Ну, так, что-то бывает, бывает, да, вроде все погибли. АК-47 более адекватного человека. Я ничего, конечно, не хочу сказать, но, по-моему, дрель соседа, который у меня там сверху постоянно работает, звучит гораздо лучше. Из фондовой биржи еще вылетает подкрепление. То есть, да, по сути, здесь просторов для веселья не так много. Хрен ли мне наносится урон, если у меня работает годмод? Я, наверное, это не пойму до конца видоса. И, кстати, пополнять боезапас тоже не нужно. Соответственно, бесконечный боезапас распространяется и на всякие С-4, клейморы и так далее и тому подобное. И, кстати, да, я совсем забываю о том, что эти придурки еще и осколочными могут бросаться потом в вас. Поэтому трижды подумайте, прежде чем начинать это дело. Что будет, если нормальный, адекватный игрок в МВ-3 возьмет XM-25 и RPG? А вот что будет. Вот жалко, здесь еще, конечно, приближение присутствует. О, это шикарно. Сэндман, я прикрою! Вы проходите, проходите, пацаны. Я нормально, я держу ситуацию под своим контролем. Жаль, конечно, огромные проблемы в заскриптованных моментах в МВ-3. Да, к сожалению, в свое время ее даже было на скорость пробегать гораздо хуже, чем первую и вторую часть. Первая сама по себе самая сложная, вторая она самая веселая. Но, тем не менее, осталось только зачистить финальную площадку. И, в принципе, на этом мы можем закончить с этой миссией. Дробовик нормального человека. Угу, угу, угу. Дробовик Клинта Иствуда в любом ковбойском фильме. Еще бы я убил кого-то. Ой, я, походу, доигрался, ребят. У меня оружие в руках пропало. На самом деле, я не знаю, как это произошло, но... А, окей. А, ладно, оно не пропадает. Оно просто снизу у Фроста содержится, висит. Ладно, хорошо. И, в принципе, если я нажму на С4, то... Да, я могу баловаться этой хренью сколько угодно до тех пор, пока не начнется коссена. Окей, базу вы поняли. Давайте посмотрим на что-нибудь еще. Итак, я решил подкрутить еще немного скорости тут у данной игры. К сожалению, в МВ3 это доступно только на 2Х. Но, тем не менее, следующее задание называется Persona Non Grata. Конечно, если тут будет происходить полная дичь, то я с этим делом быстро расквитаюсь. Суть в том, что здесь в любом случае, видите, реплики-то персонажей идут в нормальном таком обычном режиме. Только вот зачистка двора стала в разы лучше. Охренеть. Просто посмотрите на этот сраный пылесос-конвейер. Сделаем укол Соупу. Я думаю, на самом деле, скорость можно отрубить, но несмотря на то, что Persona Non Grata довольно короткая миссия, думаю, пробежим с ней, да? Но, опять же, на робота это, наверное, никак не распространится в любом случае. А Desert Eagle в руках Юрия теперь становится настоящим орудием возмездия. Так, кто там покушается на жизнь Соупа? У меня есть Desert Eagle, я провел 1200 часов в CSGO за всю жизнь. Вот на самом деле, я все-таки отдаю предпочтение кастомным читам, которые присутствовали либо в оригинальной МВ1, которую сделал Мододел, либо то, что сделали разрабы уже в ремастеред-версиях. Может, вы помните ролик, где я играл со всеми читами в МВ2 ремастеред? Вот это было прикольно. Понятное дело, всякие ноу-рикойлы, ноу-клипы, это, конечно, все весело. Но, тем не менее, надолго все равно не хватит. Хотя, я помню, в МВ2 был прикольный чит, когда можно было с помощью рукопашной атаки убивать противников с 50 метров. Жаль, они это не перенесли сюда. Таким образом и работает итоговая версия Modern Warfare 3, если активировать все читы. Понимаю, конечно, маловато, но куда деваться. Можно раскидать оставшиеся подкрепления с помощью гранат. Ёлки-палки. Шелка, кстати, я не знаю, расположения всех уникальных оружий, которые присутствуют в том или ином задании в МВ3. Так было бы гораздо интересней. Условно говоря, был бы на какой-нибудь миссии Magnum, например, 44-й. Или, к примеру, я даже не знаю, модель 1887, да? Можно было бы пофаниться куда-нибудь круче. В общем, народ, суть такая. С Modern Warfare-ами оригинальными мы разобрались. Осталась только серия Black Ops. Если вам интересна активация всех чит-кодов Call of Duty Black Ops 1, как это будет выглядеть и что там вообще внутри разработчики нам оставили и припрятали, просто напишите об этом в комментариях и не забудьте поставить лайк на ролик. Мы продолжаем. Вообще, этот момент я не хотел проходить, но чисто ради проверки. По-моему, кстати, нет, на дрона это никак не распространяется. То есть, те места, когда ты управляешь техникой или просто сидишь в ней, это чисто Resident Slipper. Поэтому давайте отправимся в финальную миссию на сегодня. Вот, если вас разбудит в 5 утра отец и спросит, какая самая крутая миссия в МВ-3, вы что ответите? Правильно. Как любой адекватный человек, вы скажете, конечно же, к праху, к праху. Мне нужно убить Владимира Макарова, поэтому давайте с ею и закончим. О, это же Тупимпа Баттерфлай. Кендри Каламара. Ты не представляешь, как сейчас этот мир прогнется, мужик. Нам даже не нужен будет Николая в системе. Стоит получить прайсу РПГ, я просто к хренам собачьим снесу этот отель вместе с вашим Макаровым. И, правда, сотней гражданских. Ладно, надо подумать над планом Б. Это засоба. О, да. Ну, теперь, кстати, скорость передвижения минимальная, насколько это просто возможно. А с печенегом, давайте просто М-ку возьмем. Хотя, по-моему, тут, кстати, разницы-то никакой. А вот по полной, кстати, скорости... Охренеть, вы посмотрите, что происходит? Это я, если что, подствольный гранатомет активировал. Шесть. Я вообще нихрена не вижу. А это нормально, что у меня транспорт... Ха-ха-ха! Охренеть! Нет, ну... Это уже просто шоу Дэвида Копперфильда. Подожди, а получается, сейчас не будет кассцены, когда Юрий в рукопашку вступает с мужиком, да? Или как? По-моему, у меня Юрий залагал. У меня в этом моменте должна была быть тачка, по сути, да? Но так как я ее снес нубтубом, игра не была к этому готова, и Юрий у меня просто залагал. Подожди, а в лифт-то я хоть смогу попасть или нет? РПГ второй этаж. Секундочку. Я вообще уничтожу все, что здесь имеется. Я просто боюсь, не придется ли мне сейчас переигрывать. Да, он просто у меня застрял. И хрена ли на что это влияет-то по итогу. Бегите, бегите, гражданские. Такое чувство, как будто с этой активацией теперь капитан Прайс стал террористом, вместо Владимира Макарова, который просто пытается отсидеться от надвигающегося апокалипсиса в его сторону. Не, ну, народ, это, конечно, жесть такая себе. То есть чисто, знаешь, на вечерочек несколько заданий пройти. Это, в принципе, не так уж и плохо, достаточно веселая штука. Но, как я и говорил, нужно какое-то эксклюзивное вооружение. Я хрен знает, где его можно здесь достать. Но, опять же, если вы шаричий чувак, который перепроходил игру уже миллионы раз. Хотя я, в принципе, такой, но вот, как видите, память уже подводит через время. Я уже хрен его знает, где это дело можно достать. И самое главное, игра-то вообще не крашится. Я, если честно, был к этому готов. Но, видите как, все-таки обошлось. Кстати, только сейчас понял, что можно было взять миссию с взрывчаткой какой-нибудь, типа клеймара С4. Тут, это, загазованность помещения, ничего страшного. Я тут нафлудил немного, ладно, неважно. Какой шевелись! Ой, дебил! Короче, этот придурок должен войти в лифт вместе со мной, но он у меня застрял. Кусок говна, Юрий. Помните времена, когда я проводил всякие эксперименты в оригинальной трилогии Modern Warfare? Кстати, как я не проверил еще то, что здесь теперь прайс рукопашкой бьет гораздо быстрее обычного. Так, слушай, а я сейчас собью, допустим, вертушку еще до того, как это должно произойти в катсцене. Она же по идее, но именно по идее, она не должна быть заскриптована. Охренеть, я игру сломал. Это просто потрясающе. Подожди, то есть получается в теории можно было сломать Modern Warfare 3 в этом моменте, да? То есть заскриптованный вот именно момент, заскриптованную сцену эту, да? Но, окей, игра просто к этому технически не готова. А вот эти вертолеты, кстати, не сбиваются. Они чисто статичные, правда, кого они вывозят, непонятно. А может, они только еще летят за Макаровым? Ну, короче, надо все делать постепенно, да, медленно. Вот, а теперь это происходит уже заскриптованно как раз по сцене. В общем, друзья, забавная на самом деле ситуация с этой МВ-3. Несмотря на то, что возможностей не так много, все равно огромная часть веселья достается игроку. Но только в том случае, если он умеет правильно работать со всем, что ему здесь выдает игра. Ладно, Николай, нам нужен другой лифт. Э, хрена ли ты фразу про лифт не сказал? Подожди, то есть, по-твоему, Николай просто по приколу дождался, что вам нужен новый лифт, да? А, окей, да, замечательно. А вот и реплика подъехала. Осколочная... Братан, я тоже могу их раскидать. Юрий, ну... Юрий, ты только на мои-то осколочные, не беги, дурак. В общем, теперь искать Макарова будет одно удовольствие. Кстати, можно заодно посмотреть что-то по вооружению у чуваков-то. Напоминаю о том, что гражданские здесь присутствуют. Надо аккуратно с ними себе вести. П-90? Ну, давай попробуем. Ну и всё. Продолжаем движение в сторону Владимира Макарова. Слушай, кстати, никогда не мог подумать, что у солдат здесь будет обыкновенно одно и то же вооружение. Я думал, здесь хоть немного разработчики поигрались с классами. Может, у кого-то будет автоматический пистолет, у кого-то дробовик, пистолет-пулемёт, автомат, ручной пулемёт, снайперская винтовка, дробовик. Всё что угодно, но тут у большинства солдат П-90 и АК-47. Ну что это такое? Не, я, конечно, не бомблю на МВ-3, понятное дело. Нам ещё вангуарда как бы ждать нужно. Вот на какую колду точно стоит бомбить в этом году. Но всё-таки приятно вернуться сюда, чтобы просто покромсать всех, кто встаёт у нас на пути. Жалко, я, кстати, не могу забежать заранее вглубь этого бара и посмотреть, как там Володька Макаров поживает. Ладно, Юрий, чисто месть за тебя. В общем, друзья, это достаточно забавная штука. Жалко, оружие, кстати, нам больше не выдадут здесь. Можно было бы, конечно, его заспавнить, но, сами понимаете, скрипты игры мы уже проверили, а в очередной раз вылетать в главное меню мне не особо хочется. Кстати, катсцена запустилась сама по себе, мне даже прыжок делать не пришлось. Ну, давайте только встретимся с Володькой Макаровым под конец, и, в принципе, на этом можем закругляться. Если всё-таки красиво подытожить, в какой части оригинальной трилогии активация одновременно всех читов была самая весёлая и интересная. Но тут, на самом деле, сложно сказать. Всё-таки с МВ1 кастомки были, с МВ2 их было мало, но это было весело. В МВ3 это, конечно, отдельный разрыв шаблона. Такой хрени я даже в предыдущих частях серии не творил. Поэтому сказать довольно сложно, можете вы написать в комментариях. Но, наверное, всё-таки отдам предпочтение Modern Warfare 1. Но, опять же, из-за того, что там были кастомные читы, а не стандартные, как со второй частью. С другой стороны, кстати, получилась неплохая солянка, как мне кажется. Надеюсь, кстати, Modern Warfare 3 ремастерит, если и выйдет, хотя бы через 2-3 года, я буду на это сильно очень надеяться. Там добавят именно такие же читы, которые были в ремастере МВ2. Но, опять же, стоит ждать каких-то сливов. Там всякие вот эти рейтинговые системы, возможно, опять когда-нибудь игрокам позволят увидеть заранее. Возможно, страничка появится в сторе, но, в общем, стандартная практика, поэтому просто остаётся ждать. Ну, а я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Если это так, не забудьте поставить ему палец вверх и на такой добрый и позитивный ночь. Я это говорю в то время, когда мы вешаем Владимира Макарова. Потрясающе просто, ну только так я могу, да. С вами был Спектр, подписывайтесь на канал, если вот это впервые видеоролики выходят ежедневно в 14.30 по московскому времени. Ждём, как я уже говорил, выход Вангуарда. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами, услышимся с вами уже завтра. Позвольте деду покурить после такого прекрасного истребления оппонентов. Кошмар. Ещё бы, кстати, зажигалка у него миллион раз быстрее зажигалась, вообще было бы круто. Или доставал бы он сразу сигар 500, с учётом. Э, ну ладно, такие читы, конечно, писать уже невозможно. Всем удачи, не болейте, услышимся. Пока-пока.